приветствую вас друзья с вами варчик очередной раз разработчики не устают нас последнее время баловать хорошими новостями в эре но когда они уже будут именно в самой игре когда мы их уже сможем пощупать попробовать и сделать свои выводы а вот оказывается в следующем патче уже разработчики решили поправить балансировщик и добавить балансировщику чтобы он видел не только классы техники но и танки балансил по ролям то есть получается будут учитываться роли танчиков если сейчас балансировщик учитывая только количество пт количество лт и количество арты а и стоит это вообще не учитывает то в следующем патче балансировщик будет учитывать по ролям тяжелые танки и средние танки и pt что касаемо арты лт они делиться на роли не будут поскольку лт просто типа светят либо активно либо пассивно арта просто жмет кнопку а вот касаемо pt тт ст они будут делиться на группы ну вот так сказать по ролям давайте посмотрим допустим на десятом уровне как будут делиться тяжелые танки в одну группу попадают из 4 маус е100 панцеркомфаген 7 вы косимся 201 к тайп 5 хэви это так сказать толсто жопики нашей игры и они будут играть вместе то есть если в одной команде есть маус то балансировщик будет ему искать напротив какой-нибудь из 4 или 100 или тайп 5 хэви ну или панцеркомфаген 7 идем дальше следующая группа тяжелых танчиков на десятом уровне это так сказать барабанные танки т-57 хэви а м x 50 b ну и кранвайн они друг напротив друга будут попадаться отдельно у нас еще идут тяжелые танки остальные в з-111 модель 5 а фв-215 б и 7 объект 260 т-110 и 5 супер конкурер и 113 это так сказать универсальные такие тяжелые танки которые могут чуточку больше в плане динамики там скорострельности ну все в таком духе в принципе балансом по ролям на десятом уровне тяжелых танков я по сути доволен давайте посмотрим средние танки средние танчики у нас делятся следующим образом их тут четыре группы аж первая группа это так понял ватные с тэшки леопард 1 м x 30 b ст b1 вторая группа барабанные ст батчат и твп третья группа объект 907 объект 430 и 50 м т-22 ср м 48 1 под тут какая-то смесь носорогов с единорогами какие-то такие непонятные одни танки на которых можно врываться активно играть другие танки как кемперы чаще используются и 50 м и м 48 один баттон непонятно пока и четвертая группа м 60 т-95 и 6 центурион action x т-62 объект 140 121 121 b но чё-то со 110 непонятно м 60 и паттона попадают в разные группы ну честно говоря непонятно непонятно просто непонятно как они делили эти разные группы танчиков что касаемо барабанных и ватных ст это все понятно а что касаемо 3 4 группы я не понял как они делили вообще абсолютно давайте посмотрим пт 10 левела в первую группу у нас попадают объект 268 т-110 е4 т-110 е3 в 113 ft объект 263 ну это типа такие толстолобы дрынострелы ясно следующую группу у нас попадают рель и стр в 103 б но это типа ватные снайперы кустарные ну что-то типа такого походу и и третья группа и в третьей группы у нас барабанные фаши в 215 б яга и фв 40 05 ну это типа элитные бревнометы и барабанщики вот какое-то такое разделение ну возможно она имеет право на жизнь ну и лт арт с артой никак не делятся в принципе все ясно никаких претензий нету только в ст этом что-то какие-то кучки непонятные последние две просто перемешаны разные танки такое ощущение что от балды от все остальные вроде какая-то логика проследуется ну в принципе вот так вот они и на других уровнях тоже разделены по ролям эти танки средние тяжелые и пт на десятом уровне немного есть вопросы к с тэшкам принципе по балансу танков по ролям все более-менее понятно танки очень просто делятся на роли но допустим есть небольшие вопросы к 3 4 группе на любом уровне 8 9 10 к средним танкам такое ощущение что там просто нам мешали единорогов с носорогами и просто в кучу засыпали и готово среди ст все просто делятся барабанные ватные танки поддержки и универсальные но какая-то 4 там еще группа появляется и начинается какая-то смесь непонятная если первые две группы еще более-менее в меняем все четко понятно то остальные группы это надо смотреть непонятно как он там наделилась так то же самое к некоторым тяжелым танкам тоже есть вопросы то есть на восьмом уровне в группу с тяжелыми танками такими как т-32 т-34 т-34 б кернарван из 3 из 6 из 5 из 3 с механизм заряжения тигр 2 вк 4502 лев т-26 и 5 вы за 110 110 112 вместе с ними попадают сюда фцм шоу здесь делает я не сильно понимаю то же самое на восьмом уровне есть еще группа барабанных танков и есть группа тяжелых танков именно бронированных тяжело тяжелых танков это понятно что там делает в цепь я вообще не знаю было куда-нибудь к стежкам ватным засунул и пусть он там валяется непонятно так в принципе идея замечательно очень она мне понравилась разработчики написали что хотят получить от нас отзывы и возможно подкорректируют все эти группировки танчиков принципе это очень хорошо что уже с т т т будут учитываться они будут просто в одной команде куча т т а в другой куча ст если карта открытая ст выиграли если карта городская то т т выиграли такого больше не будет и все будет более-менее равномерно это в принципе отлично пару вопросов есть конечно к этим кучкам танков но когда было в картошке без косяков но это еще не все повысили шанс попадания в топ для взводов кстати по ролям завода не будут учитываться а просто под них будут немного подстраивать танки и все тоже там непонятно такая фигня не поломает ли баланс взводные игроки посмотрим следующем патче это принципе хорошо что повысили шанс попадания в топ играя взводом но насколько его повысили непонятно потому что честно говоря играть взводом противно потому что ты всегда в жопе списка посмотрим на это равные шансы на попадание верхнюю среднюю нижнюю часть списка для всех типов техники вы могли заметить что тяжелые средние танки чаще попадают в одноуровневые бои а сау и пт сау чаще играют в двух и трех уровней в боях мы изменили настройки балансировщика чтобы все танки техники были в одинаковых условиях оптимизация логики сбора команд благодаря некоторым дополнительным настройкам вы чаще будете попадать в бои собранные по шаблону 357 и 510 без каких-либо отклонений от и сотного шаблона для повышения комфортности вашей игры это отлично попадание в генеральное сражение мы повысили вероятность попадания в типы боя генеральное сражение чтобы больше игроков могли поучаствовать в тестировании нового формата игры здесь честно я вообще все равно вот такие вот изменения я считаю что они положительные на словах а какие они будут в игре мы с вами увидим уже буквально кажется через несколько дней когда выйдет патч пишите свое мнение в комментариях с вами был арчик играть красиво жмите лайки колокольцы ну и в этом видосике еще был один подозрительный момент в бою пишите а в нем в комментариях всем пока а а Субтитры создавал DimaTorzok